Дворец Альгамбра. Шедевр, где вода оживает. Представьте себе место, где искусство, природа и инженерия сливаются в одно целое, создавая нечто настолько совершенное, что оно продолжает завораживать спустя века. Это Альгамбра, жемчужина гранады, дворец, который не просто стоит на холме, а словно парит над миром, окутанный легендами и тайнами. Сегодня мы отправимся в путешествие по этому шедевру исламского искусства, чтобы раскрыть, как гениальная система водоснабжения сделала Альгамбру символом гармонии и инженерного гения. Мы разберем ее историю, архитектуру, уникальную гидравлику и попробуем понять, почему этот дворец остается источником вдохновения для архитекторов, инженеров и мечтателей по всему миру. Истоки. От руин к великолепию Альгамбра не возникла на пустом месте. Ее история начинается задолго до появления династии Насридов, которые сделали ее тем, чем она является сегодня. В IX веке на холме Сабик, где сейчас возвышается дворец, уже существовали укрепления. Римляне и вестготы оставили здесь свои следы, но они были скромными. Небольшие фортификационные постройки, окруженные суровой природой Андалусии. Эти земли были стратегически важными. С холма открывался вид на плодородную долину реки Дарро, а вокруг простирались горы Сьерра-Невады. Но настоящий расцвет Альгамбры начался только с приходом Насридов. В 1232 году Мухаммад, первый основатель династии, решил превратить старые укрепления в мощную крепость. Это был не просто оборонительный проект. Насриды. Последние мусульманские правители Иберийского полуострова стремились создать символ своей власти и культуры. Альгамбра стала их ответом на политическую нестабильность и давление христианских королевств Севера. Постепенно крепость обрастала дворцами, садами и мечетями, превращаясь в город в миниатюре. К XIV веку, который историки называют «золотым веком» Альгамбры, дворец достиг своего архитектурного и инженерного пика. Правители, такие как Юсуф I и Мухаммад V вкладывали огромные ресурсы в его расширение. Они приглашали лучших мастеров, которые сочетали арабские, персидские и даже византийские элементы в архитектуре. Но все изменилось в 1492 году, когда Гранада пала под натиском католических королей Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Альгамбра перешла в руки христиан, и начался ее упадок. Дворец использовали как казармы, часть построек разрушили, а сады зачахли. Лишь в XIX веке, благодаря романтическому интересу европейцев к мавританской культуре и усилиям реставраторов, Альгамбра начала возвращать свое величие. Но что делает этот дворец таким уникальным? Это не только его стены, украшенные изящной резьбой, или сады, наполненные ароматом апельсиновых деревьев. Это вода? Невидимая сила, которая оживила Альгамбру и сделала ее чудом инженерии. Архитектура. Гармония камня и воды. Когда вы впервые входите в Альгамбру, вас поражает ощущение, что это место создано не только для людей, но и для природы. Архитектура здесь – это диалог между камнем, светом и водой. Дворец делится на несколько ключевых частей, каждая из которых выполняет свою роль в этом гармоничном ансамбле. Начнем с Алькасабы, старейшей части комплекса. Это крепость, напоминающая о военном прошлом Альгамбры. Ее массивные стены и башни, такие как Тора де Лавелла, были построены для защиты, но даже здесь чувствуется эстетика. С башен открываются захватывающие виды на гранаду и заснеженные вершины Сьерра-Невады. Алькасаба – это символ силы, но она лишь основа, на которой выросли более утонченные части дворца. Следующий шедевр – Дворец Насридов, включающий знаменитые Миртовый двор и Дворец Львов. Миртовый двор – это воплощение мавританской элегантности. В центре двора расположен длинный прямоугольный бассейн, окруженный изящными аркадами и живой изгородью из мирта. Вода в бассейне неподвижна, словно зеркало, отражая колонны и небо. Это не просто декоративный элемент. Вода создает ощущение прохлады в жарком климате Андалусии и символизирует чистоту и вечность. Но настоящий триумф архитектуры – это Дворец Львов. Его внутренний двор окружен тонкими колоннами, которые кажутся невесомыми, словно парят над землей. В центре стоит фонтан, поддерживаемый двенадцатью львами, вырезанными из мрамора. Каждый лев – произведение искусства, но их функция выходит за рамки декора. Историки до сих пор спорят, были ли львы частью сложного механизма водяных часов, о чем мы поговорим позже. Стены дворца украшены гипсовой резьбой, напоминающей кружево, и арабской каллиграфией с поэтическими строками, прославляющими Бога и красоту. Один из девизов – Альгамбры. «Нет победителя, кроме Аллаха». Повторяется на ее стенах десятки раз. Вода объединяет все эти пространства. Она течет через канал и струится в фонтанах, питает сады Хенералифи – летней резиденции эмиров. Хенералифи – это оазис, где журчание воды и тень деревьев создают ощущение рая на земле. В исламской традиции сады символизировали Эдем, и Альгамбра воплощает эту идею в полной мере. Гидравлическая магия. Как вода текла вверх. Теперь давайте разберемся с главным чудом Альгамбры – ее системой водоснабжения. В XIII веке, когда европейские города еще боролись с антисанитарией, Насриды создали гидравлическую систему, которая кажется почти волшебной. Вода в Альгамбре не просто текла. Она поднималась на холм, питала фонтаны, бани, сады и даже приводила в движение механизмы. Как им это удалось? Забор воды. Все начиналось с реки Дарро, протекающей в шести километрах от Альгамбры. Насриды построили Королевский канал – сложную систему акведуков, которая доставляла воду к подножию холма Сабик. Этот канал был инженерным подвигом. Его уклон был рассчитан с ювелирной точностью, чтобы вода текла равномерно, не застаиваясь и не теряя напора. Акведуки пересекали овраги и холмы, а их остатки до сих пор можно увидеть в окрестностях гранады. Подъем воды. Но как поднять воду на холм высотой около 150 метров? Здесь Насриды применили комбинацию природных и механических решений. У подножия холма вода собиралась в огромный резервуар объемом 400 кубических метров. Оттуда ее поднимали с помощью водяного колеса – устройство, которое использовало силу течения реки для создания давления. Это давление позволяло воде подниматься по трубам к верхним уровням дворца. Но на этом инженеры Альгамбры не остановились. В казармах Алькасабы они создали уникальный водоворотный механизм. Это устройство использовало принцип сифона и вихревого движения, чтобы поднимать воду на дополнительные 6 метров. Представьте себе, в XIII веке без электричества и современных насосов Насриды заставили воду течь вверх, питая фонтаны и оросительные системы. Это было не просто функционально, это было искусством. Фонтан Львов и водяные часы. Одна из самых интригующих загадок Альгамбры – это фонтан Львов. Историки считают, что он мог выполнять функцию водяных часов. Согласно арабским хроникам, фонтан был устроен так, что каждый час вода вытекала из пасти нового льва, обозначая время. Как это работало? Возможно, внутри фонтана была система клапанов и резервуаров, которые регулировали поток воды. Точные чертежи не сохранились, но даже сама идея таких часов поражает. В средневековой Европе время измеряли солнечными часами или колоколами, а в Альгамбре вода сама отсчитывала часы, бани и подогрев. Еще одним чудом были термальные бани Альгамбры. Они состояли из нескольких залов – холодного, теплого и горячего, как в римских термах. Вода нагревалась в медных котлах, установленных под полом, а дым от огня отводился через хитроумную систему труб. Полы в банях были приподняты, чтобы горячий воздух циркулировал под ними, создавая комфортную температуру. Вода поступала в бани через отдельные каналы, а ее излишки отводились в сады, не позволяя дворцу утопать в сырости. Сады и экология Вода в Альгамбре была не только утилитарным ресурсом, но и эстетическим элементом. В садах Хенералифе она струилась по каналам, создавая мелодичный звук, который успокаивал и миров, и их гостей. Система орошения была настолько продуманной, что каждый участок сада получал ровно столько воды, сколько требовалось. Это позволяло выращивать экзотические растения, такие как гранаты, розы и апельсиновые деревья, в условиях засушливого климата. Символика воды. Больше, чем ресурс. В Альгамбре вода – это не просто средство для жизни, а символ. В исламской культуре вода ассоциируется с чистотой, милосердием и божественным благословением. Не случайно Коран описывает рай как сады, где текут реки. Насриды воплотили эту идею в камни и зелени, сделав воду центральным элементом Альгамбры. Она не только обеспечивала комфорт, но и создавала ощущение сакрального пространства, где человек мог почувствовать связь с вечностью. Но есть и другая сторона. Вода в Альгамбре – это демонстрация власти. В средневековом мире контроль над водными ресурсами был равносилен контролю над жизнью. Насриды, окруженные врагами, использовали Альгамбру как символ своей силы. Они не просто выживали в суровых условиях, но создали рай на земле, где вода текла вопреки законам природы. Альгамбра сегодня. Уроки прошлого. Сегодня Альгамбра – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из самых посещаемых достопримечательностей Испании. Ежегодно миллионы туристов приходят сюда, чтобы увидеть её дворцы, пройтись по садам и услышать журчание воды, которое не умолкает уже семь веков. Но Альгамбра – это не только памятник прошлого. Её гидравлическая система вдохновляет современных инженеров, которые ищут экологичные решения для управления водными ресурсами. В мире, где засухи и нехватка воды становятся всё более острой проблемой, Альгамбра напоминает нам, как древние мастера находили баланс между природой и технологиями. Однако дворец сталкивается и с вызовами. Массовый туризм угрожает его хрупкой экосистеме, а изменения климата влияют на водоснабжение. Реставраторы работают над тем, чтобы сохранить Альгамбру, но это требует огромных усилий. Каждый фонтан, каждый канал – это часть сложной системы, которую нужно поддерживать в рабочем состоянии. Почему Альгамбра так важна? Альгамбра – это больше, чем дворец. Это свидетельство человеческого гения, который способен преодолевать ограничения времени и пространства. Насриды, несмотря на политическую нестабильность и ограниченные ресурсы, создали место, где искусство, наука и природа слились воедино. Их гидравлическая система – это не просто техническое достижение, а философия, в которой вода стала метафорой жизни. Когда вы стоите во дворе Львов, слушая, как вода струится из мраморных постей, вы чувствуете связь с теми, кто был здесь семь веков назад. Альгамбра учит нас, что красота и функциональность неразделимы, что даже в самые темные времена можно создавать нечто вечное. И, возможно, ее главный урок – это умение находить гармонию между человеком и природой, между прошлым и будущим, между мечтой и реальностью. Спасибо, что отправились в это путешествие со мной. Если вы хотите узнать больше о тайнах Альгамбры или других шедеврах мировой архитектуры, напишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пусть больше людей узнают о месте, где вода стала искусством. До новых встреч!